здравствуйте дорогие очень рад снова с вами встретиться если вы смотрите вторую часть значит что-то вам дух святой проговорил в первой части я верю что то что мы здесь говорим о церквях формата 4к мы еще не дошли чтобы разъяснить это все до конца но мы обязательно в этом курсе разберем все эти вещи о чем идет разговор что описание говорит о формате церкви до что описание говорит о структуре о порядке устройства церкви и в первой части мы говорили именно вообще о том что такое церковь потому что у этого слова есть очень много определений и у вас наверное есть какое-то свое определение свое понимание ли в том в кругу в котором вы общаетесь есть свое понимание слова церковь мы разбирали что именно говорит божье слово о том что такое церковь и ясно выяснили что церковь это собрание рожденных свыше людей это собрание во имя господа нашего иисуса христа то есть мы люди которые приняли иисуса как своего господа мы рождены свыше и мы собираемся чтобы прославить его и чтобы познавать его до посмотрите обязательно первую часть найдете все эти места описания это все не голословно это все по божьему слову и главная цель это познавать нашего господа иисуса христа ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве если вы уже приняли своим спасителем господа иисуса обязательно найдите единомышленников обязательно найдите людей которые двигаются верой в наше время ну как минимум можно найти виртуальную церковь с которой собираться по крайней мере благодаря вот 21 веку и вот этим достижением через там какую-то программу но самое конечно лучшее и важное это именно собираться вместе так сказать воплоти до физической плоскости писание называет церковь это как тело до у которого есть свои органы и каждый орган имеет свою функцию сложно представить себе тело которое разбросано там по всему миру или или по всему государству вот и еще один важный момент который хочу добавить к тому что мы говорили в прошлый раз и потом мы перейдем именно к структуре перейдем к тому что ветхий завет говорит да перейдем к истории об и афоре но вот еще один важный момент к теме церкви и как происходит собрание в церкви как она происходила и как павел нам пишет в первом послании коринфянам в 14 главе в 26 стихе написано и так что же братья когда вы сходитесь и у каждого из вас есть псалом есть поучение есть язык есть откровение есть истолкование все сие да будет к назиданию то есть абсолютно вот на этих собраниях должно быть участие всех собрание во имя господа не может происходить постоянно как форме таком лекторного типа да когда только один говорит а все только слушают не имея возможности даже не задать вопрос не вступить дискуссию то есть обязательно должно быть движение как в организме да как в человеческом теле с которым господь сравнивает церковь должно быть обязательно взаимодействие ни один орган он не является таким отдельным знаете он взаимодействует с другими органами и писание нам об этом говорит что вот это все обязательно должно быть и так что же такое церковь формата 4к о чем идет разговор это четыре важные характеристики которые отличают божью церковь от чего-либо еще мы их определили так эта церковь в которой нету никакого осуждения это один эта церковь в которой нету конкуренции я буду потом шире говорить о каждом из этих пунктов сейчас коротко то есть нету осуждения нету конкуренции третье это церковь в которой нету контроля и самое главное это церковь в которой есть христос да это наша основа это наш фундамент именно об этом мы будем говорить то есть сейчас вот четыре главных параметра четыре главных фактора определяющих божью церковь никакого контроля никакой конкуренции никакого осуждения и христос обязательно христос и так давайте вернемся именно к вопросу структуры да это такой важный вопрос который мы хотим в этом курсе осветить максимально разобрать так сказать на части потому что жизнь показывает что ну что-то не так уже не говоря о том что само писание вообще-то нам кричит о том что ребята вы чуть-чуть не так строите и моментами вы совсем не так строить вы берете правильные материалы но строить и не так в моей жизни была такая история интересная когда один мой замечательный друг пастор епископ сказал такую фразу он говорит знаешь как интересно мартин церковь божья строится на основании откровения на основании структуры и порядка который привнес язычник и кто из вас больше уже разбирается в этих темах да вы наверное поняли о ком идет разговор идет разговор об эофоре да это это тесть моисея моисей лидер евреев который вывел этот народ из египта господь сказал вывести его народ и моисей возглавил это движение и вывел успешно слава богу но сейчас мы будем говорить именно вот об этом моменте об этом очень интересном моменте вы знаете тогда очень-очень меня как сказать зацепила заинтересовал этот момент я думаю как же так как это может быть как вообще такое получилось и давайте разберемся в этом моменте потому что это очень важно может быть перед этим я скажу еще одно важное откровение которое знаете на к откровение накрывают везде если вы будете размышлять о божьем слове если вы будете держать в фокусе общение с вашим господом общение с духом святым и размышлять о том что бог говорит что бог показывает откровение вас будут накрывать очень много где я знаю много людей которые говорят что самое место откровение это душ когда они там моются поют кто-то на прогулке получает большинство откровений это откровение накрыло меня когда я со своими маленькими детьми играл в конструктор и знаете когда открываешь коробку с конструктором там есть много собранных частей которые остались после прошлых попыток да мы что-то строили с детьми или они сами строили и эти сегменты остались есть определенный такой ну как соблазн не соблазн ну то есть желание использовать просто эти сегменты которые уже собраны не надо каждый кусочек разбирать разбирать на части потом собирать снова если это сегмент тебе подходит ты просто берешь и встраиваешь его в тот варев тот строение которое ты сейчас строишь и получается намного быстрее намного так сказать эффективнее и это классно и это очень хорошо если мы возьмем и переложим сейчас вот это понимание на принятие божьего слова да и писание говорит что мы дома строители тайн божих до и писание говорит что мы живые камни и вспомним как мы начали наше строительство со дня нашего покаяния то наверняка вы в своей жизни уже использовали какие-то собранные структуры образно говоря то есть кто-то пришел и вам объяснил самого начала что такое допустим говорение на языках как действует исцеление допустим что господь говорит о преуспевании то есть вы возможно еще не знали даже всех мест писания но вам уже дали такие скажем блоки уже большие собранные блоки и говорят вот ты в своем понимании вот это соедини вот с этим вот это приложи сюда и вот вот оно христианство вот оно строительство вот она твоя жизнь и вы знаете с этим все в порядке это прекрасно именно для этого нам даны пастора нам даны учителя нам даны пророки и так далее так далее это нам все нужно это все очень хорошо проблема с этими блоками то что они могут быть неправильно собраны понимаете я беру этот блок я его встроил свое строение пошел строить дальше но потом на каком-то этаже я начинаю понимать что у меня не собирается этот этаж я строю он разваливается я соединяю он опять рушится и я вам скажу что проблема как раз будет вот в нижних этажах проблема как раз будет ниже и очень часто эта проблема может быть как раз вот в этих уже собранных конструкциях которые мы приняли уже целиком не разбираясь в деталях почему я так долго об этом говорю потому что сегодня мы постараемся сегодня мы начнем и продолжим следующие дни мы постараемся разобраться вот в этих конструкциях именно что касается структуры церкви потому что вот как я упоминал эта фраза которую сказал мой друг да он является пастором церкви как и я он является епископом то есть присматривающим за другими церквями он является обладатель теологического образования и по моему ни одного сколько я знаю и он говорит вот такой интересный момент структура церкви взята из языческого мира и и это прозвучало как что-то утвердительное не что-то в чем надо сомневаться просто вот ну такое вот размышление возможно это вообще он даже этого не вспомнит и это было сказано только для меня чтобы подтолкнуть дальше в этом поиске потому что это откровение бог долго складывал и слава богу но излилось в то чем я сейчас с вами делюсь итак давайте вернемся ветхий завет давайте вернемся в исход это 18 глава сколько я помню и прочитаем что же там было написано исход 18 глава и услышал иофор священник мадиамский тесть моисеев о всем что сделал бог для моисея для израиля народа своего когда вывел господь израиль из египта коротко для тех кто может быть не читал и только сейчас будет читать обязательно прочитать эту всю историю прочитайте что было до этого и после этого тоже иофор это священник священник какого-то языческого божества какого точно мы не знаем исторических данных об этом нет по крайней мере во всех энциклопедия которые я перечитал каких-то данных нету я не нашел о том чтобы это было какое-то подтверждение что это именно священник нашего господа саваофа и давайте прочитаем дальше мы сами убедимся что иофор только тут и познакомился с нашим господом да который вывел евреев из египта и взял иофор тесть моисеев жену мы значит моисееву его детей двух сыновей и пришел к нему я буду укорачивать все в детали читать не буду и пришел иофор тесть моисея сыновьями и женою к моисею в пустыню где расположился станом у горы божьей весь еврейский народ и дал знать моисею что он пришел моисей вышел навстречу тестью своему и поклонился целовал его и после взаимного приветствия они вошли в шатер и рассказал моисей тестью своему о всем что сделал господь с фараоном и с египтянами как он вывел евреев из рабства иофор радовался о всех благодеяниях которые господь явил израилю и как избавил его и сказала иофор благословен господь который избавил вас и вывел из рук египтян ныне узнал я что господь велик то есть вот из этого стиха из 11 мы видим что узнал иофор только сейчас то есть очень важный момент он не являлся священником господа савиофа он был священником какого-то божества мадиамский священник то есть язычник проще говоря да давайте вещи называть своими именами и принес иофор тесть моисея всесожжение и жертву богу и пришел арон и все старейшины израилевы есть хлеб хлеб с тестем моисеевым перед богом вот то есть все замечательно он узнал о нашем чудесном господи саваофе и он признал его своим господом и наверняка мы увидим его в вечности если он действительно уверовал в господа саваофа это это замечательно это возможно это один из примеров покаяния когда язычник принимает своим господом истинного бога да и становится его последователем что не может не радовать это прекрасно 13 стих на другой день сел моисей судить народ и стоял перед моисеем с утра до вечера народ и видел тесть моисеев все что он делает с народом и сказал что это такое делаешь ты с народом для чего ты сидишь один а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера и сказал моисей тестью своему народ приходит ко мне просить суда у бога когда случается у них какое дело они приходят ко мне и я сужу между тем и другим и объявляю уставы божии законы его но тесть моисеев сказал ему не хорошо это ты делаешь ты измучишь и себя и народ сей который с тобою ибо слишком тяжело для тебя это дело ты один не можешь исправлять его итак послушай слов моих я дам тебе совет и будет бог с тобою будь ты для народа посредником пред богом и представляй богу дела его научая их уставам законам божьи указывай им путь ты же усмотри из всего народа людей способных боящихся бога людей правдивых ненавидящих корысть и поставь их над ними тысячи начальниками стоначальниками пятидесяти начальниками и десяти начальниками пусть они судят народ во всякое время и о всяком деле важном доносят тебе а все малые дела судят сами и будет тебе легче и они понесут с тобою бремя если ты сделаешь это и бог повели тебе то ты можешь устоять и весь народ сей будет отходить свое время с миром и послушал моисей слов тесте своего да и сделал все что он говорил и выбрал моисея вот этих людей и вот последняя значит строчка в которой упоминается эфор это 27 стих последний стих в этой главе что отпустил моисей тесте своего и он пошел в землю свою больше об эфоре ничего не упоминается то есть что мы здесь видим очень важный произошел акт эфор принес структуру эфор говорит смотри ты устаешь людей много ты один не можешь всех проконсультировать ты один не можешь всем объяснить что куда как когда всем объявить божий закон ты применить структуру да давайте начнем это раскладывать на бумаге так сказать то есть что предложил сделать эфор эфор говорит ты садись вот здесь наверху пирамиды под собой поставь тысячи начальников на под ними будут что начальники то есть что такое 1000 начальник это тот который ответственен за тысячу человек до у которого в ответственности 1000 человек под ним 100 начальники находятся до под ними находятся 50 начальники да их тут какое-то количество большое 10 начальники самый нижний слой управленческого аппарата скажем так вот это та структура которую привнес которую привнес и афор моисею до своему своему значит тестью вот и надо коротко наверное сказать еще о том что к сожалению вот те структуры в которых люди находились очень много бог показывал на пути разочарованных людей которые говорили я не могу больше быть в этой структуре я не могу больше быть в этом контроле я не верю что так движется бог и так далее и люди разочарованы уходили вплоть до того что само слово система начинает их пугать и даже приходилось встречать таких людей которые говорили у нас нет вообще никакой системы приходите на наше собрание у нас нет вообще никакой системы все только как ведет дух святой я говорю да как интересно говорю а где вы собираетесь но вот по такому-то адресу я говорю так а разве это не система то есть ну как бы надо приходить в конкретный адрес может быть каждый раз этот адрес должен быть другой а время у вас есть какой-то да мы собираемся там в такой-то день по в такое-то время я говорю ну вот опять какая-то системность то есть каждый четверг там ну например до 18 часов мы собираемся в определенном месте ну это признаки системы то есть это то что постоянно повторяется да эта система значит это уже есть присутствие системы ну тогда конкретно этого человека это раздразило наверное он об этом не бы не задумывался но что я хочу сказать что сама по себе система это неплохо да вот то что я говорил прошлый раз если вы делаете с одними и теми же компонентами замечательный борщ и делаете это постоянно и делаете это используя одни и те же компоненты это вкусный борщ он благословляет людей то это прекрасно да если вы еще сделаете какого-то робота который сам будет вот это все складывать и выдавать тебе готовый борщ на выходе это же прекрасно это вкусно это питательно это нас устраивает да не говоря уже о том что вообще-то вот я пользуюсь телефоном знаете здесь сколько систем здесь просто я даже затруднюсь пересчитать сколько здесь всевозможных систем которые работают и это меня очень благословляет да мы все хотим чтобы нажав на выключатель у нас было электричество мы все хотим чтобы открыв кран у нас текла вода и холодная из холодного крана горячий с горячего мы все хотим чтобы канализация куда-то утекала и мы даже об этом не думали чтобы шел газ и так далее так далее тоже мы хотим чтобы наши машины работали чтобы светофоры работали то есть система если это хорошая система если в ней правильная структура если в ней правильная очередность это прекрасно это благословение в конце концов когда мы смотрим вокруг и мы видим дерево до которое которое вот цветет и пахнет и она не начинает свести понимаете посредине зимы она не начинает ну я живу там где зимы ну как бы холодные да может быть это нормально в израиле когда там по четыре урожая в год но у нас один урожай в год и все цветет весной летом созревает осенью мы собираем плоды зимой все засыпают и знаете эта система то есть каждое дерево каждый куст она все под системой но эта система благословляющая она сохраняет само дерево и она еще приносит постоянно плоды которые благословляют и всех кто их собирает то есть очень важный вопрос которому я хочу вас подвести если вы обожглись а вот эту вот систему которая принесла какую-то боль в вашу жизнь до принесла какие-то удары вашу жизнь какие-то разочарования отдайте это духу святому отдайте это духу святому сама по себе система не есть зло система это инструмент система это замечательный инструмент который можно использовать на добрые дела только важно чтобы эта система работала правильно понимаете чтобы эта система была составлена из правильных компонентов в правильном порядке вот об этом мы будем дальше разбираться вот об этом мы будем дальше говорить и давайте вернемся вот к этой структуре которые мы узнали от и афора да мы выяснили что это языческий священник мы выяснили что это человек который не знал господа но он предложил классную систему и мы видим что эта система определенное время благословляла израиль до представьте ученые говорят до трех миллионов людей вышло из египта да и они перешли через море и представьте сколько у них вопросов с едой до элементарно с туалетом с гигиеной какие-то всегда раз при какие-то там разборки варки это это ну как это люди во всем своем несовершенстве и господь знает об этом вот это очень важный момент понять что когда вы говорите вот мы строим структуру но у нас не работает потому что это люди плохие знаете когда ученики предложили иисусу спустить огонь на какую-то на каких-то там людей которые не хотели идти за иисусом иисус ну не был в шоке он сказал вы не поняли мы не того духа это ветхом завете или я так делал но знаете иисуса вообще не смущало то что у учеников были такие идеи он их учил и после этого инцидента очень скоро он отправляет их служить людям то есть он послал служить не каких-то совершенных совершенный петр совершенный андрей совершенный яков и так далее и так далее нет мы смотрим что после этого они еще понаделали кучу делов они там еще ругались кто будет там справа и слева сидеть от христа они ругались вообще кто у них тут лидер они во первых потом все ну не во-первых они еще потом еще предали все иисуса христа петр вообще отрекся трижды да то есть что я хочу сказать что не совершенство людей это мешок для бога то что вы несовершенный я не совершенен мы все несовершенны бог это знает он в курсе единственный человек единственный кто был совершенен от начала и до конца от своего рождения и до своей смерти это иисус кристос это единственный кто явил совершенного человека сам являясь богом он явил совершенного человека и он отдал себя в совершенную жертву но мы с вами не являемся совершенными поэтому если ваша структура трещит по швам и ваша организация разваливается да и вы думаете что вся проблема просто в людях что вот это вот такие вот люди вот они не доделали вот они не додумали вот они забыли вот они там пропустили они такие не духовные и так далее так далее так далее у вас неправильный акцент потому что бога это не смущает давайте посмотрим что мы можем сделать что господь говорит по поводу структуры как взять вот этих вот людей и правильно их расставить чтобы каждый был на своем месте и каждый мог нести вот эту замечательную весть каждый мог приложиться к тому чтобы царство божие на земле распространялась до чтобы она шло широко давайте тогда вернемся снова к нашей истории вернемся к тому что происходило дальше это был исход 18 глава обязательно прочитайте обязательно проверьте все что здесь было сказано потому что это очень важно я напомню мы разбираемся вот в этих блоках которые мы взяли в строительстве своего христианства и берем по частям и смотрим что откуда сформировалась то есть структура церкви большинства церквей начала берет своими корнями формирование вот здесь из истории и афора вот здесь когда священник языческий приносит идею как нужно расставить людей чтобы облегчить жизнь лидера чтобы облегчить существование самого социума самой организации в данном случае это организация людей вышедших из рабства и это действительно принесло плод потому что это определенный порядок да здесь мы видим порядок здесь есть определенные закономерности определенные ясности понятно кому обращаться за тем или иным вопросом это принесло свое благословение но очень важные моменты во первых мы не видим чтобы господь сказал что да это моя воля что это правильная структура что это именно та структура которую я хочу чтобы вы применили в своем обществе это первый момент обязательно его запишите запомните то есть это то что сказал и афор моисей согласился и они сделали и давайте посмотрим что было дальше кто не читал обязательно перечитайте конечно я вам кратко расскажу дальше евреи приняли 10 заповедей от господа они двинулись дальше они приблизились к обетованной земле которую господь отдал им но они не поверили они не вошли в эту землю они отправили туда саглядатаев саглядаты и вернулись и большинство из них были сильно напуганы они сказали что это не та земля что это там страшные великаны и так далее словом они туда не вошли еще 40 лет они болтались по пустыне наверняка они использовали эту структуру да но пустыня это было временное пребывание то что они там пробыли 40 лет это вообще не был божий план это был были последствия греха это были последствия неверия они должны были просто пройти через эту пустыню и войти в обетованную землю и смотрите что важно особенно вот в этом контексте в котором мы с вами разговариваем да что когда они вошли в обетованную землю вся эта структура распалась мы читаем что каждое семейство получила свою землю и сам господь конечно советуясь конечно советуясь с главами этих семейства до самими людьми он распределил земли и люди разошлись по своим землям и дальше мы читаем следующие книги до в том числе книги судей мы знаем что порядок вот в этом вот в этом народе он именно вот так и двигался были отдельные земли в которых были свои старейшины они жили до вместе там возделывали землю выращивали скот и если приходила какая-то война или на них кто-то пытался напасть или они там решали на кого-то напасть они решали это вместе они собирались и там есть истории когда только два колена шли воевать остальные отказывались есть истории когда большая часть колен шли воевать с каким-то соседом некоторые колена оставались и не шли, да, то есть это семейство колено, это вот 12 колен, это 12 отдельных семейств, из которых состоял еврейский народ на то время, это потом тоже изменилось. Действовало священничество, причем священники служили по очереди. Смотрите, как интересно, не было, что вот так, вот этот священник главный, вот этот помощник, 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 а вот этот вот совсем там только шнурки завязывает, больше ничего не делает. Нет, священники служили по очереди, и это сохранилось до самого конца, до того времени, как храм был разрушен, да, даже в Новом Завете мы читаем, что Каиафа был, Анна был до Каиафы, да, первосвященником, а потом стал, правда, там уже римляне назначали первосвященников, но сам порядок, если вы хотите убедиться, обязательно почитайте книгу Левита, там все очень ясно, точно расписано до мельчайших деталей. Но что я вам хочу показать? Самое главное, что я хочу показать, что не было вот этой вот структуры, не было этой структуры, то есть эта структура просуществовала с того момента, когда Иофор пришел к Моисею, он предложил эту структуру, они эту структуру использовали, пока вошли в обитованную землю. Дальше мы об этой структуре ничего не слышим, в принципе мы об этой структуре ничего не слышим, до вот следующего момента, к которому я сейчас перейду, или возможно мы это сделаем уже в следующий раз, я только упомяну, о чем идет разговор, я хочу, чтобы сегодня вы запомнили вот эти очень важные моменты, чтобы вы поразмыслили над вот этими собранными конструкциями, которые вы уже приняли в свое домостроительство, верны ли все эти конструкции, если вы строите и на каком-то этапе это строительство срывается, у вас не получается двигаться дальше и вы забуксовали в каком-то моменте, то проблема не сверху, проблема в глубине, нужно разобраться. Наверное еще один важный момент, который нужно упомянуть о себе коротко, да, я говорил, что я пастор церкви здесь в Литве, а в светской жизни я занимаюсь строительством и опыт строительства уже более 20 лет, когда-то я был прорабом, да, когда-то сам лопатой махал, да, потом был прорабом, но со временем я приобрел высшее образование, я приобрел все нужные квалификации и уже более 15 лет я являюсь проектировщиком, да, то есть я проектирую системы, я проектирую инфраструктуру, как внешнюю, так и внутреннюю инфраструктуру. Почему я об этом говорю? Потому что это дает, во-первых, понимание вообще о системах намного глубже и понимание, что это очень важная часть, это очень нужная часть в нашей жизни. И следующий момент это чтобы компетентно можно было говорить об основаниях, то есть если у вас проблемы со строительством, образно говоря, восьмого или девятого этажа, то проблема не с восьмым этажом, проблема будет где-то на нижних этажах. И самое главное, это именно фундаменты, самое главное, это именно вот эти вот основания, на которых держится ваше здание. Не знаю, насколько вы интересовались этим вопросом, еще могу дать пару таких моментов по поводу самих фундаментов, что если вы видите небоскреб, да, которым там 30, 40 или 50 этажей, то у него под землей будет минимум этажей 9, дорогие, а то и больше. То есть по зданию, по фундаменту здания можно определить, какой планируется рост. И если вы хотите расти выше, то ваш фундамент должен быть очень крепкий, очень сильный, очень, ну, настоящий, скажем, да. И говоря уже о строительстве, о домостроительстве тайн божьих, говоря о том, чему нас учит Господь, чему нас учит Иисус, нам тем более просто очень важно углубиться вот в эти вопросы, что Господь говорит об этом, как Господь учит нас строить. Да, именно вот это местописание мы находим в Библии. Сейчас я обязательно вам его процитирую, сейчас я обязательно его найду. Это 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. Каждый смотри, как строит. Дорогие, каждый смотри, как строит. Если вы просто на энтузиазме строите, как попало, и говорите, да не важно, как я строю, главное, что я строю. Я строю от всего сердца, я строю изо всех сил. К сожалению, этого недостаточно. Писание говорит нам о том, что отдайте себя в жертву живую. Римлянам 12 глава 1 стих. Это очень важный компонент. Это очень нужно. Но есть второй стих, да, мы читаем дальше. И написано, и преобразитесь изменением ума вашего, дабы вам познать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Понимаете? То есть нам нужно два компонента. Один компонент – это вот эта самоотдача, полная самодача. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вся моя жизнь принадлежит Господу. Но не обижайтесь, не расстраивайтесь, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Очень важно, чтобы вы позволили Писанию преобразить ваше разумение и преобразитесь изменением ума вашего. И в этом такая глубина, что именно преображаясь через Писание, преображая свой разум, мы поймем, что есть воля благая, угодная и совершенная. Вот к этому я вас призываю, дорогие. И в следующий раз мы обязательно продолжим вот эту тему, будем углубляться и будем углубляться уже в ту структуру, которую Господь нам показывает. Да, сейчас мы сделали краткий экскурс в той истории. Мы еще продолжим, потому что самое интересное еще впереди. Мы посмотрим, что началось дальше. Но потом мы обязательно перейдем к Новому Завету, мы обязательно перейдем к тем местам Писания, которые покажут нам, как Господь видит то строение, основателем которого, учредителем которого является Он Сам. Поэтому и строить мы можем только по Его проектам. Да, это очень грустно. Я вот из своей, так скажем, рабочей практики могу сказать, когда мы делаем проект, как правило, проект здания, я сейчас про здание, да, или какой-то инфраструктуры, там, дорогу, допустим, мы проектируем, или там какие-то коммуникации мы ведем, да, и мы делаем проект, в этом занято множество людей, да, если это что-то большое, если это что-то такое, ну, серьезное, мы все делаем, а потом приходят строители и строят на свой лад, понимаете? И получается какая-то, ну, неразбериха, звонят строители и говорят, вот, тут что-то не получается, и ты думаешь, как так не получается, все рассчитано, все просмотрено, все сделано. А потом выясняется банальная вещь, они вообще не читали проект, или они посмотрели один чертеж, там том 80 страниц, ну, лень, столько много читать, неохота. Мы посмотрели один чертежик, ну, и строим, что мы, дураки, что ли, и сами построим. Знаете, не получится. Если 80 страниц, то надо их прочитать, ну, по крайней мере, большую часть, да, и то же самое с домостроительством Тайн Божьих. Если мы посмотрели только одну историю, если мы прочитали только одну историю, не разбирались, не складывали их вместе, не углублялись, то мы, знаете, мы можем понастроить. И планы были отличные, цели были прекрасные, лозунги были шикарные, понимаете, огонь горел. Но мы строим годами, а потом приходим к разочарованию, приходим к унынию и говорим, да что такое, да где Бог, да меня же вроде Бог направил, мне же вроде Бог дал откровение, ведь этот же Бог меня призвал. А почему вот это вот то, что я строил столько лет, вот так вот как-то грустно выглядит, мягко говоря. Давайте разбираться, давайте, дорогие, разбираться, в этом очень много ответов, я думаю, если вы дошли уже до этого момента, то давайте продолжим, я верю, что это будет благословением. Благословляю вас, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok